Бог есть любой и самосущный дух, о нем мы знаем меньше, чем о самих себе. Домысливаем, пишем, рассуждаем вслух, пытаясь докричаться среди разрух и бед. Бог однозначно вовсе не таков, каким его язычник представляет, что он есть статуя, не слышит нас без слов, сам по себе на нас подчас не взглянет. Бог одинок и запределен где-то, повыше звезд и, может, даже дальше, язычники умом не развиты, как дети, по-человечески, конечно, жаль их. А мы-то сами, горе-христиане, чем лучше до потопных сумасбродов, какими нехристами нации все стали, чего не сделаем, нетрезво нагородим. Бог в одночастие потопил людишек, испепелил гоморру и садом, сверхскупо Библия трагедия опишет, творим же мы похлеще и к тому же бредем. Бог есть любовь и в жутких катастрофах не с человеком обсуждать его поступки. Он самовластен подтянуть голгофе, жизнь завершить и сделать землю трупом. Бог дал дыхание, обмен веществ повсюдный. Одно другим питается и кормит. Мох зеленеет над упавшим дубом. Во влажный мох дубок пускает корни. О нашей суете, ошибках и крушениях. Что возрастет в грядущих поколениях? Стратегам будущим путь расчищают шершни. Сумеет из осколков сегодняшнее склеить. Поразмышлять с молитвой не грех, а замыслов божественных едва ли зрим частицу. Властители умов пищат из-под застрех. Глазы Еговой Библии не заглушите писком. 24 мая 2007 года.